В модельной библиотеке «Истоки» прошло мероприятие, посвященное 100-летию Леонида Гайдая. Историю жизни и творчество известного кинорежиссера и сценариста рассказали ученикам 8-го А-класса школы номер 5. Ни одного человека в нашей стране, который не видел бы ни одного фильма Леонида Гайдая. Мы порой не замечаем, как в разговоре цитируем фразы из его фильма или узнаем с полным словом. То, что Леонид Гайдай – гений кинокомедии, уже никому доказывать не нужно. Большинство из нас наверняка по многу раз смотрели фильм «Бриллиантовая рука». «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница». Фильмы Леонида Гайдая уже многие годы находятся в десятке лучших кинокомедий и входят в золотой фронт советского кино. Леонид Гайдай родился 30 января 1923 года в Амурской губернии в городе Свободный. Спустя несколько месяцев после рождения мальчика отец перевез жену и трех детей в Читу, где устроился на работу в городское управление железной дороги. В этом городе они остались на 7 лет. Затем переехали в Иркутск, где Леонид, самый младший ребенок в семье, поступил в железнодорожную школу. С детства Гайдай мечтал стать актером. При любой возможности он посещал кинотеатр, где по несколько раз пересматривал фильмы. Его отец Иосиф Иосиф Исидорович Гайдай был уроженцем Полтавщины, это на Украине. Родился он в семье крестьян, работал с 11 лет и имел три класса образования. И очень любил читать. А мама Леонида Гайдая, Мария Ивановна, она была родом с Рязанской области. И вот в 1923 году Гайдай вместе с женой и тремя детьми, Александром, Августой и совсем маленьким еще Леонидом, приехали в Чицу. А позже они переехали в поселок Глазково, расположенный в месте города Иркутска. В 1941 году Гайдай устроился рабочим сцены в Иркутский областной доматический театр. Он работал на всех спектаклях эвакуированного из столицы театра Сатиры. При этом юный Леонид, как и многие его сверстники, стремился попасть на фронт. И когда приехал военком, отбирать пополнение в действующую армию, на каждый вопрос офицера Гайдай отвечал. «Я! Кто в артиллерию? Я! В кавалерию? Я! Во флот? Я! В разведку? Я!» Чем, конечно же, вызвал недовольство начальника. «Да подождите вы, Гайдай!» – сказал военком. «Дайте огласить весь список». И из этого случая через много лет родился эпизод фильма «Операции Иркут». «Замерный завод? Я!» «Погрузка рубля? Я!» «Уборка конюшен? Я!» «Кроме того? Я!» «Да подождите вы, гражданин!» «Давайте персонал, деталян! На все 15 суток! Позьмите!» В феврале 1942 года молодого человека призвали в армию. Он окончил полковое училище и был назначен командиром отделения. На фронте он подорвался на противопехотной мине. Был тяжело ранен и признан инвалидом второй группы. Он провел в госпитале около года. Ему перенес пять операций. Врачи хотели ампутировать ему ногу, но он категорически отказался, ссылаясь на то, что одноногих актеров не бывает. Последствия этого ранения преследовали его всю жизнь. И время от времени рана открывалась, и из нее выходили осколки. Вернувшись в Иркутск в 1944 году, Леонид поступил в театральную студию. Начинающего актера быстро заметили. Эффектной игрой на эпизодических ролях он затмевал главных персонажей. В 1949 году он поступил во ВГИК на режиссерский факультет в мастерскую Григория Александрова. Молодой человек выгодно выделялся среди абитуриентов. Однако уже на первом курсе с ним произошел неприятный инцидент. Из-за неудачной шутки он оказался на грани отчисления, и ему пришлось приложить немало усилий, чтобы остаться в университете. Студентом Гайдай снялся в нескольких фильмах, но в середине 50-х полностью ушел в режиссуру. В ВГИКе Леонид Гайдай познакомился со своей женой, будущей женой Ниной Гребешковой, с которой он прожил всю свою жизнь. У супругов родилась дочь Оксана. С 1955 года Гайдай становится режиссером киностудии Мосфильм. И уже через год Леонид Гайдай делает режиссерский дебют и выпускает драматический фильм «Долгий путь». Картину отметил знаменитый режиссер Михаил Ром, который сумел рассмотреть у Гайдая задатки комедианта. Именно он посоветовал Леониду Кеоичу присмотреться к юмористическому жанру. В 1961 году Гайдай снял девятиминутный фильм «Пес-барбос» и «Необычный кросс», на который его вдохновил фильетон Степана Олейника в газете «Правда». Короткометражка имела оглушительный успех и породила на свет трех героев, которые потом еще не раз появлялись в картинах Гайдая и завоевали любовь зрителей. А дальше были комедии «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!» «12 стульев». Это картины, которые зрители с удовольствием пересматривают, всякий раз находя их смешными. Последние годы, ребята, Леонид Гайдай очень сильно болел. У него была незаживающая рана на ноге, а затем из-за своего пристрастия к курению у него начались проблемы с дыхательными путями. В 1993 году режиссер заболел воспалением легких. В них стала накапливаться жидкость, и он попал в больницу. Вскоре кинорежиссер стал чувствовать себя лучше, но у него оторвался трон. Произошла закупорка, к тому же он страдал сердечной аритмией. И спасти его было невозможно. Он умер 19 ноября 1993 года. Ему было 70 лет. И похоронен он на Кунцевском кладбище в городе Москве. Ребята с интересом слушали рассказ специалиста библиотеки. В завершении мероприятия им была предложена игра, где нужно было отвечать на вопросы, которые касались биографии Гайдая. Программа, предложенная школьникам, понравилась. По их словам, они с удовольствием бы послушали и о других знаменитостях. Довольно интересное мероприятие, познавательное. Я бы сходила еще не раз сюда. Мне бы хотелось бы, конечно, узнать больше о фильмах, что вообще больше о жизни, то есть о родителях, о личной жизни, то, что было бы было. Было интересно послушать про такого известного человека, узнать его биографии, узнать некоторые интересные факты о создании его знаменитых киноконертин. В общем, все очень интересно было. Теперь хочется пересмотреть какие-то видео? Да, очень. Ну, такие, как варианты «Рука». Иван Васильевич меняет профессию. Мне очень нравится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова